На очередном заседании Кабинета Министров было рассмотрено 16 вопросов, в том числе обсуждалась возможность передачи ТЭЦ города Бишкек на баланс мэрии столицы. После процесса передачи первые три года государство будет помогать теплоэлектроцентрали субсидиями, затем предприятие должно выйти на самообеспечение. Уважаемые коллеги, мы приняли решение и теперь передаем Бишкек теплосеть и столичную ТЭЦ на баланс мэрии. Следующий отопительный сезон будет под контрольным муниципалитетом. Через три года мы перестанем платить субсидии. Предприятие должно за это время выйти на самоокупаемость. В течение одного месяца Министерства финансов и Министерства энергетики осуществите акт приема и передачи. Все должно быть четко, ясно, включая субсидирование. По словам экспертов, такая практика наблюдается во всех развитых странах. Предприятие, обслуживающее город, должно быть в составе соответствующего муниципального органа. Также нам рассказали, что это даст возможность Кабмину заниматься более глобальными вопросами. Во-первых, перевести их на самоокупаемость, во-вторых, на бюджет города. Это логичное и правильное занятие, потому что, если мы посмотрим мировую практику, крупнейшие ТЭЦ, они обслуживают тот регион, где они находятся. Поэтому, если Бишкека это уже полуторамиллионный город, ему нужно расти, ему давно уже пора пойти к практике, что все ключевые инфраструктурные предприятия, которые находятся на его территории, и он обслуживает, он должен, с одной стороны, получать с них прибыль, с другой стороны, полностью технологически о них заботиться. Они должны быть переданы, и я думаю, все пойдет в течение трех лет успешно, и мы получим, скажем так, усиление вообще в целом городского самоуправления. Чему это приведет? То есть у нас правительство будет заниматься глобальными вопросами. Кроме передачи предприятия «Бишкек-теплосеть» и столичной ТЭЦ на баланс мэрии Бишкека на заседании, также одобрили проект о трансформации земель в Чуйской и Нарынской областях. Обсудили вопрос конкурсного отбора руководителей дошкольного образования. Помимо этого, Кабмин принял постановление о передаче здания восточного автовокзала в муниципальную собственность Бишкека.